Рассказ Фёдора Достоевского 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 помощь другим, но и возможность, чтобы верующие могли щедро делиться тем, что они имеют. Таким образом, в 2006 году, 14 лет назад, мы нашей лидерской командой миссии Евразии, тогда еще Ассоциацией Духовное Возрождение, мы инициировали этот проект. То есть мы действительно, может быть, взяли идею, которая уже была известна в других странах, и видя нужду в том, чтобы дети на Рождество могли, нуждающиеся дети, могли получить подарок. Мы инициировали рождественский проект «Подари надежду», именно так назвали, и в рамках этого мы, соответственно, начали печатать коробки. И началось это в 2006 году, в 2006, 14 лет назад, и мы сделали пробные 5000 коробок, которые мы раздали церквям, и те, соответственно, наполнили и передали нуждающимся детям. Хочу заметить, что этот проект действительно уникальный чем? Наверное, больше даже на постсоветском пространстве люди привыкли, что помощь приходит откуда-то из Америки, западных стран. Богатые христиане, которым, ну скажем так, купаются в роскоши, да, многие так это представляют, наполняют подарки и отправляют их куда-то. А здесь проект уникальный тем, что сами же россияне, казахи, да, верующие люди, они сами берут коробки и наполняют их для тех же детей, которые живут с ними рядом. Вот это для меня вот очень было приятно и удивительно. Но вот как вы находите тех людей, кто действительно нуждается в помощи? Потому что, ну, иногда посмотришь столько нищеты, и ты даже не знаешь, куда кинуться, как это все вот можно объять. Но иногда получается так, что люди как будто бы и привыкают к такой жизни. Как вы находите действительно нуждающихся людей? Да, хороший вопрос. Прежде всего, это взаимодействие церквей. Прежде всего, взаимодействие церквей, различных христианских церквей на постсоветском пространстве. И некоторые церкви имеют, так если можно выразиться, свои подшепные детские дома, интернаты, в которые они приходят на регулярной основе, проводят какие-то служения, помогают чем-то. Может быть, даже в летний период тоже устраивают какие-то мини-летние активности, лагеря и прочее. Поэтому это одно из мест, куда подарки направляются. Второй момент – это могут быть социальные службы. И нередко, когда люди, лидеры, служители из церквей приходят в администрацию, в социальную службу администрации различных городов, поселков, деревень, и спрашивают, у вас же есть списки нуждающихся детей, особо нуждающихся семей, многодетных семей, малоимущих семей. Мы хотим им подарить. И вы знаете, вот на подобный запрос всегда верующие получают отклик. И это мы видим везде, во всех странах, где мы работаем. Что действительно социальные службы делятся этой информацией. И тогда в каждый дом приходит вот этот вот лучик надежды, и верующие приносят подарок. То есть это одно из тоже направлений. Третье направление может быть, опять-таки, верующие люди, имея своих неверующих друзей, знакомых, соседей, они приглашают. Приглашают, так как это в основном, вот, и такой вот, я бы сказал, в западной части Евразии, где Рождество, это один из таких главнейших праздников года. И люди все равно готовятся к этому. Люди ожидают, люди в преддверии. И в этот момент как раз верующие проявляют инициативу и приглашают в церковь или приглашают в какое-либо публичное открытое пространство, площадку, я бы назвал, Дом культуры и так далее, неверующих людей. И там уже устраивают какие-то мероприятия с раздачей и затем подарков. Вы упомянули о том, что в 2006 году, когда этот проект впервые стартовал, вы так дерзнули собрать 5000 подарков. Помните ли вы, было ли страшно 5000? Ну, я так подумаю, когда ты впервые начинаешь, это большое такое, большое дело, большая цифра. Было ли так немножко страшно, наберутся ли все эти вот коробки, наполнились ли они? И что было в итоге? Вот 5000 вы решили собрать, и что вот сейчас уже? Да, действительно, нелегко было, признаюсь, нелегко было пойти на этот шаг, потому что мы видели, что до этого момента церкви, люди привыкали, действительно, как вы ранее упомянули, привыкали принимать, получать гуманитарную помощь все 90-е годы, начало нулевых. А здесь от них требовалось, что они должны пожертвовать. Они пожертвовать должны, ну, как минимум, там, примерно мы оцениваем от 10 до 20 долларов в эквиваленте наполнить один подарок. И это, конечно же, необходимо найти на это ресурсы нужные. И мы переживали, как это будет. Однако мы увидели, что отклик был очень хороший, и эти 5000, они разошлись, и даже необходимость была больше, но мы не могли, потому что мы напечатали определенное количество, мы не знали, как будет, какой будет отклик. И поэтому каждый год после этого мы вынуждены были, видя хороший отклик от верующих, вынуждены были повышать количество. И таким образом, начиная тогда с 2006 года, с 5000 этих пробных подарков, пробного количества, сейчас уже не только в России, но еще добавилось 11 стран Евразии, таким образом 12 стран Евразии сегодня участвуют вот в этом рождественском большом проекте. И в это Рождество не много, не мало, а 125 тысяч подарков будет собрано, и 125 тысяч нуждающихся детей будет достигнуто вестью о Христе в 12 странах Евразии. И мы очень рады этому, подхватили эту идею другие страны, Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения, затем Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, другие страны. Мы очень рады, что вот разрослось именно это количество и подхватило и верующие люди готовы, готовы служить. Мы так или иначе около 700 церквей вовлекаем в это служение вот по всей Евразии. То есть это действительно стало таким национальным хорошим проектом и отвечающим на нужды детей, которым нужно послужить в Рождество. Удивительная цифра, 125 тысяч. Ну да, найти, может быть, тех, кто получит, казалось бы, легче, чем тех, кто наполнит, но оказывается наоборот, да, люди откликаются. Слава Богу, это удивительное свидетельство того, что Бог живой, что Он изменяет сердца людей не просто брать хочется, а отдавать. Немного вот давайте заглянем в эту коробку. Вы раздаете коробке, чтобы ее наполняли простые семьи, да, может быть, даже семьи с детьми, что-то от себя отделяли, тратили свои деньги. Что в этой коробке ожидает ребенка, который ее получит и вообще какая цель? Только ли благотворительная цель или вы ставите также и евангелизационную перед собой задачу? Да, Марьяна, я думаю, что здесь у нас действительно эти две цели. Первая цель, даже, может быть, я бы назвал, наверное, четыре цели, я уже об одной цели назвал. Это поощрение щедрости со стороны верующих людей, чтобы они могли жертвовать и привыкать к этому. И это очень хорошо. Вторая цель, конечно же, помочь нуждающимся детям. Бывало такое, что мы приносили в село где-нибудь в Туве подарок, и дети впервые, некоторые дети впервые видели зубную щетку и зубную пасту. Да, 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 в нулевые годы, уже в этом тысячелетии некоторые дети впервые это могли видеть. Поэтому в подарок мы стараемся положить что-то из игрушек, что-то из таких небольших элементов зимней одежды, скажем, носочки или какие-нибудь варежки, перчаточки, в зависимости от региона, где раздаются подарки. Также мы стараемся положить, может быть, какие-то сладости, но не жидкое, чтобы не замерзало, потому что нужно доставить, это много разных деталей. Какие-то сладости, какие-то конфеты или шоколад какой-то. И предметы гигиены, допустим. И часто это бывает, я еще раз упомяну, что детям это нужно, необходимо, предметы личной какой-то гигиены. Какой-то сувенир, быть может, туда кладут. Так что у нас есть разработан определенный список, и мы стараемся разделить на мальчиков и девочек, и дальше стараемся разделить на возраст, и как-то пытаемся, чтобы действительно было адекватно каждому. И вот с этим, допустим, списком или с этими идеями, рекомендацией, мы выходим на церкви, и верующие уже собираются, согласно предложенным рекомендациям. Да, и я думаю, что третий момент, это цель, конечно же, засвидетельствовать о кресте этим детям. И вы знаете, это не только дети, это родители. Если это в интернате, если это в детском доме, то это сотрудники детского дома, интерната. То есть здесь мы видим, что охват намного больше, нежели те дети, которые непосредственно получают подарок. Это их родители, это родственники, это сотрудники в каком-то учреждении детском, куда мы приходим. А вот такой вопрос. Слышат нас многие за пределами и Украина, и Беларусь, и Россия. Если кто-то загорелся, может ли он как-то лично поучаствовать в этом? Или вы все-таки определенные берете церкви с ними, сотрудничестве? Или с конкретными личностями тоже кто-то захотел и может поучаствовать в этом проекте? Как вообще это возможно? Как это происходит? Да, совершенно верно. В этом проекте могут поучаствовать кто угодно. Более того, я даже скажу, что могут поучаствовать и люди не воцерковленные. Мы тоже к этому ободряем, если, скажем, они готовы собрать. И мы имеем такие намерения тоже, кстати, это одна из целей проекта, что может быть даже вовлечь тех людей, которые еще не посещают церковь, но хотели бы поучаствовать в подобном проекте. Поэтому мы открыты ко всем. Каждый год мы рассылаем на нашей страничке в Фейсбуке, соответственно, Миссии Евразии. Мы рассылаем информацию, передаем, с кем необходимо связаться в каждой из стран, где представлен проект. И в каждой стране есть свой координатор, который может внести ту или иную церковь, того или иного человека. В план так выразится распределение для того, чтобы им передать коробки и литературу, которая она также идет вместе с коробками. Я не сказал об этом, но это есть. Евангелиционная литература, как правило, это бывает и детская Библия, или это бывает детская иная книжка, чуть поменьше, чем Библия. И эти пакеты, можно сказать, комплекты, наверное, мы предоставляем каждому. И мы вовлекаем любого человека, и каждый может присоединиться к нам в любое время. Место будет всем. Если необходимо, будем расширять количество. Возможно, нас слышат те, кто в Фейсбуке не зарегистрирован. Он не может зайти и посмотреть ваши контакты. Пожалуйста, поделитесь номером телефона, куда можно было бы позвонить или написать на Вайбер и связаться, сказать, я вот Маша из Беларуси, я хочу поучаствовать. Как мне можно сделать это? Да, хорошо, конечно же, мой телефон 20 лет уже не меняется, и поэтому на него можно, соответственно, либо WhatsApp, Telegram или Viber набрать, написать, и мы будем открыты. Мой телефон плюс 7-916-141-9521. Плюс 7-916-141-9521. Меня зовут Павел Токарчук, и будем рады привлечь кого угодно и вовлечь вас в служение детям. А вот такой немаловажный момент. Сроки, когда вы можете сказать, мы еще принимаем подарки, мы еще даем литературу и коробки для того, чтобы собирать подарки? Да, хороший вопрос. На самом деле мы стараемся формировать вот эти вот предварительные планы распределения, формировать стараемся уже в сентябре, в октябре. В это же время мы начинаем печать всех необходимых комплектов, это коробки, это литература, и уже во второй половине ноября и до второй половины декабря мы рассылаем, потому что, учитывая географию большую, допустим, сейчас в России получают от Калининграда до Владивостока, от Салихарда на Ямале до Сочи. И поэтому мы должны, конечно же, логистику продумать, чтобы вовремя все пришло, потому что люди должны собрать, подготовиться. Поэтому мы стараемся формировать до конца ноября. Однако бывают случаи, когда еще остается, и даже вот сейчас, и буквально сегодня я получил впервые из Ханты-Мансийского округа, из Югры, получил заявку на 700 коробок. И ввиду того, что у нас еще в остатке было, поэтому мы могли предоставить. Поэтому, пожалуйста, вы можете в любое время писать, звонить, плюс 7, 916, 141, 95, 21. И если еще в вашей стране, так скажем, коробочка не наполнена, образно выражаясь, то мы готовы будем вас и в это Рождество привлечь к этому проекту. Либо уже на следующий год. 125 тысяч детей получат действительно надежду. Надежду познакомиться с Христом лично и встретить Рождество с радостными глазами, с подарком в руках, возможно, впервые в своей жизни. Это удивительный проект. И Павел Токарчук сегодня нам рассказал об этом проекте «Подари надежду». В завершении нашего интервью, Павел, пожалуйста, вот предрождественское короткое пожелание всем радиослушателям. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, сейчас момент Адвента, когда мы готовимся к Рождеству, когда мы говорим о Рождестве. И это один из величайших праздников, когда мы вспоминаем о том, что Иисус Христос, Бог, воплотился и пришел на эту землю для того, чтобы стать подобным нам и отдать жизнь ради нас и ради всего человечества. Поэтому ободряю вас, дорожите этими словами. Иметь надежду ободриться в своих церквях и также найти возможность в это Рождество кому-то послужить. Христос пришел, чтобы отдать себя. Давайте и мы тоже ободримся для того, чтобы отдать что-то, передать от себя другим и принести частичку света, света Рождества и весть евангельскую в многие-многие дома. И проект «Подари надежду» он к этому призван, чтобы быть в ваших руках или передать в ваши руки какой-то инструментарий, с которым вы могли бы прийти и принести Евангелие многим нуждающимся детям и взрослым в том числе. Благослови вас Господь в этом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова